Остановите Сделана исключительно с тем, чтобы ее повторял даже самый непритязательный слушатель Повторял подобно мантре Дурацкая песня, записанная ради смеха И вследствие этого, подобно вирусу, разлетевшаяся по всему русскому сегменту интернета На самом деле, эта песня о каждом из нас В самом тексте песни можно вычленить две основные линии Первая из них, раскрытая в куплетах, это линия лирического героя А вторая, раскрытая в рефрене, это линия объекта, на который направлено внимание лирического героя Почему Витю можно считать только объектом, но никак не действующим лицом, я поясню немного позже Неназванный лирический герой этой песни возмущен неспособностью индивида сопротивляться окружающему миру Он зол, и он хочет отправиться в крестовый поход против обыденности и косности Строчки «Давай запишем эту песню, мать его!» Чтоб никогда не поставили на радио Чтоб никогда не назвали ее попсой И рядом с ней не звучал отстой Выражают нонконформистские настроения лирического героя И его желание создать нечто, не укладывающееся в стандартные рамки восприятия Следующий же куплет содержит прямой призыв к действию Остановите эту музыку Она не дает покоя мужику Остановите этот бит Витя танцует Витя не спит Человек во время танца всецело поглощен музыкой Он ощущает ее ритм и бит Он сливается с нею душой и телом Музыка в данном контексте – это все, за чем мы следуем и чему повинуемся, как сознательно, так и бессознательно Лирический герой страстно желает разрушить стандартные рамки бытия Поскольку осознает, что простой человек, в данном случае Витя, буквально не способен выйти из системы Витя сможет стать свободным, только когда падут привычные рамки, которые его сдерживают все время Тут можно провести прямую параллель с бойцовским клубом Чака Баланика Лишь утратив все до конца, ты обретаешь свободу Теперь пару слов о самом Витя Во-первых, в контексте данной песни он является лишь объектом, функцией Через которую лирический герой обнаруживает изъяны общества Титульный персонаж песни Витя подвергается давлению окружающей обстановки И вынужден плыть по течению, несмотря на собственные нужды и желания При этом его сдерживает любая обстановка Об этом сигнализируют строчки из бриджа В Турции или в Египте Вите надо выйти На Самуи или Пи-Пи Вите надо выйти Казалось бы, путешествуя человек сбрасывает оковы привязки к привычному И обретает внутреннюю свободу Но, к сожалению, даже освободившись внутреннего Он остается зависим от социума И продолжает существовать скованным настолько, что стесняется реализовать даже базовые потребности Вы когда-нибудь слышали про теорию ведра с крабами? Она гласит, что если одного краба посадить в ведро То он без труда сможет выбраться Зато, если их там будет несколько То ни один из них не сможет стать свободным Так как все коллективно будут цепляться за беглеца И мешать друг другу реализовать свой сценарий освобождения Так же и здесь Витя сам выбраться не в состоянии Из-за давления, которое на него оказывается Это перекликается со строчкой из куплета Остановите эту музыку Она не дает покоя мужику Витя вынужден действовать, как все Витя танцует Витя не спит Он не способен высказать свое недовольство Поскольку всецело поглощен репетитативностью событий Об этом говорит строчка Витя на репети Мысль о бесконечности этого цикла И взаимосвязи всего сущего Доносится до слушателя через гениальную эпифору Остановите Остановите Витя 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 надо выйти Которая эхом повторяется на протяжении всей композиции Символизируя одновременно крик души лирического героя Полное растворение Витя в социуме Зависимость от социума А также глубинную связь объекта и субъекта Витя и лирического героя песни Эта песня о каждом из нас И о том, что только нам самим решать Останавливать музыку Или продолжать танцевать Мы все Витя Остановите Остановите Витя Витя Надо выйти Продолжение следует...